После моего выступления о том, что видеозаписи взяток депутату Моисичуку не могут быть использованы в суде как доказательство, патриоты Украины пристыдили меня и заявили, что в задницу закон, есть видео, взяточник должен сидеть в тюрьме. Я не могу с вами спорить, поскольку вы умнее меня, законы знаете лучше, но я хотел бы отметить, что, как известно, майор Мельниченко записывал в кабинете бывшего президента Украины Леонида Кучмы аудиозапись Кучма приказывал убить журналиста Гангадзе, а также совершал другие незаконные действия. Однако пленки Мельниченко не использовали в суде как доказательство, поскольку в октябре 2011 года Конституционный суд Украины принял официальное толкование статьи 62 Конституции Украины. И я хотел бы зацитировать, что написал Конституционный суд. По аспекту Конституционного падения щодо субъектів одержания доказов у криминальной справы в результате здействия оперативно-розшуковой дяльности положения 1 речения частини 3 статті 62 Конституции Украины, в соответствии до которого обвинувачение не может грунтаться на доказах, одержанных незаконным шляхом, следует понимать так, что обвинувачение в чиненном злочину не может грунтаться на фактических данных, одержанных в результате оперативно-розшуковой дяльности, уповноваженности посадовую особу, без дотримания конституционных положений або порушения порядка, встановленного законом, а також одержанных шляхом чинения целей справово-розшуковой дяльности, щодо их зібрань и фиксации с использованием заходов, предбаченных законом Украины про оперативно-розшуковую дяльность, особо не уповноважено здействие такой дяльности. Как известно, согласно нормам УПК проводить оперативно-розшуковую дяльность в отношении народного депутата Украины можно только после получения соответствующего разрешения Верховной Ради. Как мы знаем, оперативная съемка взяток Масийчуку была проведена до получения разрешения Верховной Рады на проведение таких записей. Потому эти доказательства, согласно решению Конституционного Суда Украины, не могут быть использованы в суде. Но не совсем понятно тогда, почему вы так агрессивно требуете привлечения Масийчука к уголовной ответственности, но абсолютно не требуете такого же привлечения к учме. А все очень просто, потому что ваш президент, законоизбранный президент Петр Порошенко, не хочет, чтобы Леонид Кучма понес наказание за убийство Гангадзе. Как известно, бывший глава апелляционного суда Чернушенко сделал заявление о том, что непосредственно из администрации президента сам Петр Порошенко, а также его коллеги приказывали ему лично гробить дело Гангадзе в апелляционном суде, как мы знаем, сейчас оно там рассматривается, не вызывать Кучму, а если он это сделает, он за это жестко поплатится. Перша справа, про которую я хочу вам поведомить, стосуется убийства журналіста Гангадзе. По этой справе в травмі 2015 года меня вызвали заступник главы администрации президента Украины, пан Филатов, и довел до моего відома позицию президента, про то, что вирок суду першой инстанции бажано залишить, как он висловился, таким, как он есть. Больше того, он заявил, что по этой справе ни в каком разе не нужно викликать до апелляционного суду города Киева в качестве свидетелей колешнего президента Украины Леонида Даниловича Кучму, а также других людей. Однако, чтобы как-то ответить на обвинение Чернушенко в том, что Порошенко покрывает Кучму, буквально на днях советник главы СБУ Тандит сделал публичное заявление, что Чернушенко является агентом ФСБ, то есть агентом Кремля. И все, что он говорит, слушать не надо. Посмотрим, как дальше будут развиваться события, будет ли он появляться, опять же, на телеэкране, будут ли делать какие-то заявления, но мы должны теперь понимать, кто эти заявления делает. Уважаемые патриоты, если вы так боретесь за то, чтобы Масичук сел в тюрьму по доказательствам, которые были получены с нарушением законной процедуры, пожалуйста, аналогичного требуйте от вашего президента, чтобы сел в тюрьму бывший президент Украины Леонид Кучма за убийство Гангадзе. Спасибо за внимание.